Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1097. Событие дня. 2 Коринфянам 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Это за 17 декабря 2018 года. Ну какие, какие события? Событие, уголь надо было, привезли, тонна 3200, батюшка дал нам 17 тысяч, и привезли, Володя скидывал его. Ну, а я говорю, я прогуляюсь, так интересно получилось. Пошел к респорт, там где опь, а там стройка идет, везут и везут и везут туда кирпич силикатный белый. Ограда. И я сумел пройти, сторожу сказал, он задержал меня. Я говорю, мне надо вот там прораба бы увидеть, я хотел поговорить с ним. И он, я говорю, видишь какой, я ничего не унесу, чем я помешает. И как раз оказался обед. Я пока обошел это здание, оно 16-этажное, ну и видно, что уже карниз выложен, и дальше выкладывают, что там будет у них чердачное помещение. Смотреть, голова закружится. Я нашел, где стремянка поднимается туда, она широкая, так, около метра. Лестница железная, сваренная. Каждая ступенька из трех арматурин, горячий катанный профиль. Ну, я посчитал, 20 ступенек. Залез на второй этаж, а дальше-то куда? Зашел и к помещению за помещением, но работа хорошо сделана, прямо замечательная. Я знаю это, делал это. И вот, все это залито, все ровно, какие-то там, видя, механизмы есть. Ну, и нашел, вижу много следов, пойдут туда почти наружу. И сразу там марш лестничный. Ну, тогда я по нему и пошел. Один рабочий встретился, другой, никто на меня не смотрит. А никого уже нету, они вышли на обед. А у них там здание такое видно, там свет горит. Внизу другое совершенно сооружение. И вот я шел, и где-то этажей, наверное, уже пять осталось, перила кончились. А одни лестничные марши, они не широкие, ну, не широкие. Санкт-Петро, может, 80. И снег падает на них, там, и натаптывается, и получается уже ступенька такая неровная. Все это сглаженное, и перил нету, и вниз лететь далеко. Но все-таки карабкаюсь потихоньку, боком ногу ставлю, за стенку так, на стенку опираюсь, и поднялся. Поднялся выше, а дальше-то что? Дальше еще одна стремянка сварена, та передвижная. Залез по ней, все, вершина, глянул, город какой, и все заснял. Никого нет, никто не мешает. Заснял, ну, у него некачественно там трясется, но, главное, видно город. Вот, и телевышка, и оп, рядом течет вода, и вот побыл-то маленько-то, помолился, ну, и пошел обратно. Кое-как вышел оттуда. Столько поворотов, столько зигзаков, помещений много, и не знаешь, куда. Я по следам смотрю, где больше следов, по ним и иду. Но вышел дорога, еще два маленьких ролика снял, и издалека выглядит это здание. Все, и теперь соединять надо, и, может быть, будет видно. Интересно, так получилось, Володя-то звонит, где я? Архиерей к нам едет, митрополит сказал, сюда едет к нам, где мы молимся, где я живу. С батюшкой едет. Ну, а что, не знал я. Я наверху, там, на крыше этого 16-этажного здания. 16? А каково же было в торговом центре? А я на нем был когда-то в 92-м году, ну, и видел статую рядом стоит, там все, которые свалили 11 сентября. Вот это я помню. И вот батюшку встречать пришел, а его еще и не было, не подъехали. Ну, я тогда взял аппарат, вот тогда взял-то он у меня в кармане, в виде аппарата, и стою на улице-то, жду машину, там машины нету. Я еще не знаю, что там было, а батюшка идет один, я его издалека начал снимать, да батюшка не любит все это. Вот снимаете, зачем это? А тут идет, говорит, и веселый, и хмельной, как простенько уразина поется. Все рассказывает, и как будто бы это и не он. Вот этот, а пап терся, думаю, смотри, начинает к культуру до с первого века входить. Боятся это в съемах, а тут никаких, в упор на него. Ну и ладно, молюсь, рассказывай давай, что там было-то. Ну, все, как есть, рассказал, там сколько чего, военный аппарат был, тысячи людей, сколько как-то служит. Ну, ракеты, земля, земля, на исти удар по Америке. А там как раз Варвару, великомущенницу, ремлянку придумали сделать покровительницей, хранительницей ракеты, которая называется воевода там или сатана. Разметляется, ну, расщепляется там, как кассеты называют, по-разному. Все это выдумано, а это как раз День Варвары, и у них храм во имя Варвары в этом городке. Батюшка сказал, говорит, фотографии, я там сказал, одной из своих-то не было потом, чтобы передали мне на плешки. А уже ночью мне скинули, что метрополия, оказывается, метрополия, это все уже выставили. Да вы что? Ну, вот именно что. Вот выставили, я сейчас даже могу показать, вот оно где. И все это подписали. Вот Алтайская метрополия. Барнаульская епархия. Служение метрополита. В храме в Зато Сибирска состоялось праздничное богослужение. Служение метрополита. С 17 декабря, в день памяти великомущеницы Варвары, в храме на территории Зато Сибирский состоялась божественная литургия. Праздничное богослужение совершил митрополит Барнаульский Алтайский Сергий в сослужении духовенства Барнаульской епархии. Вот батюшка там и был. Приняли участие в престольном празднике участие офицеры управления и военнослужащие ракетного соединения, ветераны РВСН, члены их семей, прихожане храма, жители Сибирского и гости из окрестных населенных пунктов. Ну вот, да, дальше-то все это описывается, вам, может быть, и не удастся тут прочитать, да прочитайте адрес ее. И батюшка просил фотографии, а вот они выставлены. Выставлены. Можно смотреть и снимать из них. Вот они где, видишь, какие? Ну, маленькие, но их можно сделать большой. Вот, допустим, я нажимаю сейчас на нее, вот она, а вот он стоит, батюшка, а вот митрополит. Вот, священников было, кажется, 12, вот, видишь, как чисто. Ну, видишь, нет? Да-да, вижу. Вот он. Теперь я это убираю, ну и, допустим, другой мне надо снимать, другой, ну, другой будет. Вот я его нашел, вот он. Отец таким иконой там целует, патриотизм наводит, показать, что он не эритик, что у него какая камелавка эта корзинка, какого цвета бордового. А вот так. Ну, это не, это только там другие места есть. Вот он поднимает руки архиереи, благослови его, Господи. А вот они, вот батюшка здесь стоит, среди деревьев. Видишь, нет? Вот оно где. Деревья там, это рядом. Вот они здесь и... А вот теперь дальше. Вот тут. Его на этом снимки нету. Но на этом вот они идут. Тут, может, увидишь его где-то. Дальше здесь вот богослужение. Вот так вот. А здесь что? Вот батюшка первый стоит с кисточкой. Видишь? Вот макает. Какой-то человек с бородой в очках держит эту посудину. А он макает в нее и брызгает на людей. И всем это нравится. Ну, что же не нравится-то? Вода. Вода ощущает. А где более святая, видишь? Держит. Ну, и здесь вот он, батюшка, стоит. Видишь, рядом. Вот он. Видишь? Да. Ну, и вот люди тут. Вот храм какой большой построили. А есть ли тут верующие кто? Есть, конечно. И не один. Дети маленькие стоят. Слева от митрополита одна девочка. А другая. На той стороне в платочках волосы отливают остокрыто. И мальчик стоит. Икона у него в руках. Видишь как? Так что не просто так. Конечно, с иконой, кадеты тут. Маленький совсем стоит вот. А вот теперь они стоят тут. Архиерей стоит. Сфотографировались они. Это в храме видно, в каком месте. Вот подходят, руки целуют. Вот военные. И он с ними сфотографировался. А вот, видишь, какие стоят. А вот батюшка стоит на улице. Снег падает. Вот, честь имею. Говорит, кого-то награждать. Они, говорят, далековато так вот, как до дома до того. Такой-то награждается пащенком. Ну, он летит со всех ног. Он ему дает там грамоту или еще. Вот батюшка стоит справа, одесную митрополита. Все так, и горят. Вот так. Ну, понятно, что есть. И слава богу. Ну, я сразу показать наши ресурсы попутно. Вот сейчас зашла тут Наталья Яйца. Это спаси Христос, благодарит. Послал уже. Ну, вот это наш форум открытый. Форум. Еще форум. Вот, посмотреть вчерашний день, как у нас посещаемость. Форума была 1602 темы. 347 человек пришло. Это больше на 100 человек, чем предыдущий день. С чем связано? Кто-то где-то что-то там делал, я-то ничего не делал. А это вот наш видеоканал. Вот я уже выставил, сколько на следующий день. Сейчас закачиваю. Помаленечку добираемся. Сохраним ли православие называется. Это вот православный библейский сайт. Ну, еще сказать, надо теперь смотреть, что у нас там есть. Объявление, дробот Анастасия умерла, ее дети. Ну, сами затормозите и почитайте. Куда помощь направить? Дети остались без матери и хотим, чтобы у них всегда были деньги давать. В каком порядке это будет? Вчера Борис зашел, Семенович с ним побеседовал, он болел. Дай вам Бог вам и отцу Акиму многих лет жизни, милости и ласки Божией. Пускай все милости в Господе обильно благословит вас и укрепит на пути в царствие Божие. Много и благая вам лета, любящий вас, Борис Семенович. Слава Иисусу Христу! Вот так. Сергей Евтушенко. Мне показалось это интересным, так как у нас у всех есть отговорки, что мы не преуспеваем в христианской этой жизни. Евгений Трапко. Верно оправданиями одними живем. Говорят же, что святые как бы судить нас будут своей жизнью. Вот мы говорим, что нельзя ничего сделать. А Господь показывает своего подвижника из нашей же среды. И сразу все аргументы пропадают. И это для меня именно такой пример. Я думал, у нас на Алтае все умерло давно. А тут раз и открылся такой работник Христов. Ну это, видимо, даже не Андрей, а тут Сергей говорит. Сергей Игнатов. День памяти великомущица Варвары. Ну как у них на шахте там было, прочитайте. Евгений. Кто мне может написать имена профессоров, богословов, историков, писателей, публицистов, московской патриархии-то, кроме профессора Осипова, из священничного состава, не в счет. Только измерян. А Сергей Птушенко говорит, измерян, так это Сталин и Берия. А если серьезно, из этого списка можно выбрать. Только они в первую половину XX века все ушли. Евгений, уточню. Начиная с 1943 года, когда образовалась московская патриархия по сегодняшний день. Сергей Птушенко. Я не очень представляю, как можно было бы быть публицистом и писателем в те времена. Для этого просто не было ресурсов. Как говорит Игнатий Тихонович, профессором в те времена просто так стать нельзя было. А об Осипове, Евгений. Хорошо, назовите не профессоров в московской патриархии, кроме Осипова. От 1991 года, после распада СССР. Ну, Сергей говорит, я думаю, можно поискать в интернете, в списках московской духовной академии. Ну и дальше что отвечает о Масленнике. Я сейчас прокручу, как беседа эта идет. О Храповицком пишет. Я не считаю это, потому что трудно считать. Ну вот поэтому смотрите, просчитывайте. Затормози, просчитай. Хорошо написано. Все, по словам, уподобится им, праведникам. Нам необходимо, по словам Святого Серафима Старовского, два качества. Решимость и усилие воли. Вот так. Я выделил это специально. И далее, как надо жить. Видите, он говорит о Метрополите Антонии Храповицком. Ну да. Считай, увидишь. Очень с любовью написанная статья. Так, вот. Тормозите и просчитайте. Он много пишет тут. Именно об Антонии. Так. 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 Ну и дальше между собой рассказывают, там, как на Украине и все это. Вот так. Все это, переписка тут прошла. Ну, на этом, думаю, все. Сегодня уже хватит. Так.